Музыка Ровно год назад в Театре Астана Опера отгремела премьера обновленного спектакля «Кызжевек». В наступившем 2018-м эта постановка пополнилась новыми актерами. К слову, обладательница Меца Сабрана Маликами Низини дебютировала в партии «Бацай». Я очень переживала, потому что это первая опера на казахском языке, в которой я участвую. На самом деле, чем больше мы уже занимались, тем больше я входила в этот образ, тем больше начинала понимать музыку. В произведении, которое по праву считается уникальным в казахском национально-музыкальном искусстве, роль Бая Базарбая из рода «Жагал Байлы» исполнил уже другой актер. В этот раз в образе отца Толи Гена выступил заслуженный деятель Республики Казахстан Жанат Шибыгбаев. В эту роль я добавил больше строгости, так как в жизни, не отличаясь тяжёлым характером, мне это нелегко далось. Конечно, всё ради зрителя. Все мы, как актёры, как певцы, выкладываемся на все 100%. Казахстан Жибек является самым масштабным и популярным произведением в казахском фольклоре. Впервые произведение было представлено 84 года назад. Автор либретто – известный казахстанский драматург Габит Мосрепов, а музыка принадлежит Евгению Брусиловскому. На подмостках «Астана-опера» театралы смогут лицезреть этот шедевр в течение всего года. Открывшаяся в Алматы выставка легендарной художницы Тока Шиноды вызвала среди ценителей искусства невероятный резонанс. Творчество японского мастера привлекло такой интерес в обществе, что организаторы продлили демонстрацию экспозиции на неопределённое время. Во время проведения выставки было очень много посетителей. То есть люди интересовались, каждый день приходили. Это и молодёжь, и художники, и люди других профессий. То есть всем было очень интересно посмотреть на искусство, которое так отличается от нашего традиционного искусства, которое, возможно, не имеет какой-то фигуративности, а идёт, возможно, имеет какую-то более эмоциональную окраску. Главный секрет госпожи Токо – художественный приём Йохаку Ноби – создание прозрачного свободного пространства, которое не обозначается в виде понятных нам образов, а как бы дорисовывается воображением. Её фирменный красный цвет – это чернильный камень времён династии Минь, которому более 400 лет. Она работает в стиле абстракции и призывает не искать смысла в её работах, а просто наслаждаться. Она работает с чернильными камнями. Эта древняя техника называется суми-э. В её студии находится более 200 самых разных кистей, которые она использует для своих работ. Первая персональная выставка Токо Шиноды состоялась 77 лет назад в Токио. На данный момент она продолжает творить, несмотря на преклонный возраст – 104 года. Художница соединяет в своём творчестве традиционную каллиграфию и абстрактный экспрессионизм. В Астане состоялся вечер современной поэзии России и Украины, организованный читательским клубом «Пробукс» и поэтическим клубом студентов Назарбаев университета. Главной задачей встречи, считают организаторы, – это возможность понять, как влияют современные литературные течения ближнего зарубежья на казахстанских авторов. Тенденция идёт поэзии верлибров, то есть свободного стиха, чтения под музыку, плюс своеобразное исполнение, то есть идёт упор на перформанс, то есть исполнение устного, не только письменного, но сейчас это больше идёт поэзии, плюс театр. Театр – это верхушка сетевого поэтического айсберга, где поэзия рассчитана больше на зрителя, нежели на читателя. На этом уровне царят Аха Астахова, Соломонова, Стефания Данилова и другие последовательницы Веры Полосковой, которые широко растиражировали гламурную поэтику и методику не столько вербального, сколько кинематографического общения с аудиторией. И такие вечера очень полезны для моего роста, потому что я могу здесь со своими коллегами обсудить те или иные темы и, допустим, использовать их далее в своих стихотворениях. Русская поэзия для нас является как бы примером. В уютной атмосфере прозвучали стихотворения авторов России и Украины, нашедших своего слушателя или, скорее, зрителя в сети. Среди них Дима Качмар, Вера Полоскова, Борис Рыжий, Евгения Коробкова, Аха Астахова и многие другие.